Здравствуйте! Вы смотрите программу «Информатор» на канале «Утро февраля» в начале выпуска. Коротко об основных событиях. В Кремле поддержали выплаты россиянам за уничтожение западных танков «Абрамс» и «Леопард». Вам НАТО не видать? Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит заявку Швеции. Украина находится накануне очень активной фазы войны. Такое заявление сделал представитель главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. По его словам, ситуация на фронте сейчас тяжелая, так как оккупанты продолжают наступательные действия, а февраль и март будут самыми активными месяцами в плане боевых действий. По его словам, учитывая состояние войска и техники России, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается. Потери противника гораздо больше, чем у украинских защитников. Россияне понимают, что международная поддержка усиливается, к тому же в скором времени состоится следующее заседание в формате «Рамштайн». Поэтому Россия продолжает бросать на штурмовые действия частично мобилизованных, а также наемников из ПВК «Вагнера» и других частных военных компаний. Учитывая то состояние войск и техники, которые есть у расистов, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается. Российское общество, в свою очередь, пока это терпит. Но количество трупов, которые идут в Россию, а также в том числе и тяжелораненых, я думаю, что рано или поздно возымеет действие и даже на это зазомбированное общество. В Севастополе этой ночью горели строительные вагончики. Погибли 8 человек. Погибшие строители трассы «Таврида». Площадь возгорания больше 200 квадратных метров. Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, неисправность обогревателя и короткое замыкание. На момент возгорания внутри помещений находилось 185 человек. Почти все успели выйти. Эту трассу Российская Федерация открыла в 2020 году для того, чтобы соединить Керчь, Симферополь и Севастополь. Она берет начало от Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров и Кубань. 3 февраля в Киеве пройдет саммит Украины-ЕС. Эксперты ожидают, что Брюссель впервые на высоком уровне прокомментирует, приблизилась ли Украина к вступлению в Евросоюз за последние 7 месяцев. Уже сегодня в Киев прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вместе с 15 членами Европейской комиссии. Саммит Украина-ЕС – традиционно главные события в отношениях Киева и Брюсселя. Обычно их проводят ближе к концу года, чтобы подвести итоги годового сотрудничества, подписать документы или объявить о прорывных решениях. В 2022 году из-за войны дата саммита несколько раз переносилась и в конце концов решили провести его в начале 2023-го. Время и место окончательного согласовали только 9 января. То, что саммит, несмотря на войну, состоится именно в Киеве, в офисе президента назвали символическим и мощным сигналом поддержки со стороны ЕС. В России снова заговорили о переговорах с Украиной. Сейчас из Москвы доносится заявление о готовности Российской Федерации сесть за переговорный стол без предварительных условий. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как следует из ее заявления, в Кремле артикулируют готовность к переговорам с Украиной, но только если Украина не будет выдвигать своих условий. Примечательно, что вслед за другими глашатаями позиции Кремля, вроде пресс-секретаря президента России Пескова, в том, что Украина не согласна капитулировать перед Российской Федерацией, Матвиенко обвиняет США. По мнению политической верхушки Российской Федерации, Вашингтон легко мог бы за сутки посадить Киев за стол переговоров. Но США, мол, не заинтересованы в завершении конфликта и продолжают помогать Украине отражать агрессию Российской Федерации. В Кремле поддержали выплаты россиянам за уничтожение западных танков «Абрамс» и «Леопард» в Украине. По мнению Верховного руководства, все это свидетельствует о единении людей и о желании всех в меру возможностей способствовать прямо или косвенно ходу специальной военной операции. Все это также... Называются разные суммы за сожженную, уничтоженную технику, за захваченную технику. Ну, скорее, это лишний раз свидетельствует о том единении, о том желании всех в меру возможностей способствовать так или иначе, прямо или косвенно, ходу специальной военной операции и достижении основных целей. А что касается всех этих танков, то, как мы уже говорили, будут их сжечь, конечно, а тем более, если будут такие поселительные меры. Я думаю, что энтузиастов будет еще больше. Президент России Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, несмотря на постоянные угрозы со стороны Кремля. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он уверен, что это манипуляции. Если угрозы все же воплотятся в жизнь, все дружественные страны откажутся от сотрудничества с Российской Федерацией. Он не применит ядерное оружие, потому что это мгновенно погасит последний огонек китайской поддержки. Это лишит его каждого из мировых избирателей от Индии, Африки до Латинской Америки. Он напугает свой собственный народ, который будет жить в страхе из-за последствий. Он погрузит Россию в такую криогенную заморозку экономической изоляции, что нынешний режим санкций покажется благом. Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тейпердаган на выступлении в парламенте. По его словам, после недавней акции сожжения Корана в Стокгольме, Швеции не стоит тратить время впустую и надеяться на вступление в Альянс. В Анкаре заявили, что не одобрят заявку Королевства на вступление в НАТО, пока она не выполнит обязательств в рамках подписанного с Турцией меморандума о противодействии терроризму. Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем «да» твоему вхождению в НАТО. В то же время Эрдоган подчеркнул, что Анкара положительно относится в этом вопросе к Финляндии. Публичное сожжение Корана в Стокгольме и Копенгагене вызвало протестное возмущение во многих мусульманских странах. Особенно острую реакцию ксенофобской акции ультраправого политика Расмуса Полудана вызвало в Турции. Акция прошла в Стокгольме перед турецким посольством, а куклу Эрдогана снова пронесли по улицам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова